МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самара – город многонациональный. Не секрет, что здесь проживают не только русские, но и татары, мордва, чуваши, украинцы и много других представителей различных народов. Самарская губерния является одним из самых многонациональных регионов Российской Федерации и вторым по численности мордвы. Мордва – коренной народ по Волжье. Это девятый по численности народ России, так что в Самаре мордва живет испокон веков. Мордва – финно-угорский народ, который делится на два субэтноса – Мокша и Эрзя. Однако многие исследователи считают, что это абсолютно разные народности. У каждой из них есть свой язык, разные особенности религии, культуры и обрядов. В основном в Самарской области представлена эрзианская культура. И поэтому именно народность Эрзя составляет тот базис, который и входит в основу, в костяк организации, с которыми взаимодействует администрация городского округа Самара. Это региональная организация Мордовский национально-культурный центр Мастарава и городская Мордовская национально-культурная автономия. Эти организации уже долгие годы работают в тесном контакте с администрацией нашего города, принимая участие во всех мероприятиях, которые проводятся администрацией города и области. Каждый язык интересен и уникален по-своему. В Мордовском языке «шумбрачи» принято говорить при встрече. Означает это «добрый день». Не «ямазонг» – «до свидания». А с Новым годом Мордва друг друга поздравляют фразой «откиза мархта». Сегодня особенно заметен рост самосознания народов, даже несмотря на влияние смешанных браков и другие явления. Это своеобразие проявляется в сохранении народных обрядов, фольклора, ремесел, костюма. Мордва в данном смысле является одним из самых ярких примеров. Является одним из самых многочисленных народов Самарской области. Наиболее многочисленные ирзиане. Большую часть жизни Мордвы играли семейные обряды, которые были связаны с важнейшими вехами жизненного цикла. Свадебные обряды, обряды, связанные с рождением ребенка. Женское начало было очень сильным. И считалось, что жена должна быть крепкой, сильной, готовой к рождению детей. И так как все-таки это народ традиционно земледельческий, не кочевой, поэтому это должна быть такая хозяйка в доме, которая должна была уметь уже все. А мужчина, да, мужчина был моложе, намного моложе. Очень выносливые, сильные. Занимались все время сельским хозяйством, скотоводством. Мордва – хорошие работники в быту, в жизни. Бондаря, пчеловоды, дровосеки, строители – основные профессии мордовских людей. Очень интересно, в старину проводились обряды, как бы перехода мальчика в взрослое такое состояние, парня. И у нас здесь в Самарской области исполнялась одна песня, которая даже в Мордовии была несколько забытой. В этой песне поется, и все удивляются. Говорят, да что это за песня такая жестокая? Куда бы я бы тебя делала, мой маленький муж? И я бы тебя в воде утопила, и я бы тебя в огонь кинула. Ну и так далее. И тогда с нами поработали ученые, мы обрательские ученые. Говорят, вот, ну все говорят, это что за жестокость такая? Но оказалось очень просто, что женщина, беря вот такого молодого мужа, хотела побыстрее, чтобы он вырос. И вот эти испытания, которые проходил юноша, она ему предлагает, что она бы сделала бы побыстрее, чтобы ты вырос. В Самарской области наибольшее количество мордвы проживает в городах, более 64 тысяч человек, а в селах более 22 тысяч человек. Этноним мордва не является самоназванием народа. По своему происхождению это слово связано с иранскими языками. Морд, человек, мужчина. Этноним Эрзи восходит также к иранской лексике арсан, мужчина, герой. Наиболее компактно мордва Мокша и Эрзи живут в Клявлинском районе 27 населенных пунктов, Шанталинском и Соклинском, Похвестневском. Несколько волн переселения мордвы было на территорию Самарского края, а здесь проживали наши давние-давние предки профинные. И это было еще, конечно же, много тысяч лет тому назад, поэтому мы считаем, что мы население, конечно же, коренное. И этому есть множество подтверждений. Это памятники архитектуры. Если брать Самару, то памятник Мортвы Средневековья на Барбашные поляны. Там находятся захоронения в большом количестве, в основе свои ирзянские, и макшанские. Мордовский народ известен далеко за пределами Самары, своим трудолюбием и уважительным отношением представителям других национальностей и конфессий. Наряду с другими народами Мортва стоял у истоков зарождения и формирования российской государственности. Издавна сложилась традиция такого хорошего добрососедства. Ну и, наверное, многие знают такую знаменитую поговорку. Мортвачу ваши люди наши. Кто-то называет еще как-то, объединяя сразу несколько национальностей одним словом. Так что Мортва проживает здесь традиционно на этой территории и является коренным населением, как мы сами себя считаем. В Самарской области задачи по формированию общероссийской идентичности и сохранению национальной культуры успешно решают городские и районные мордовские общественные организации, объединенные в Самарскую региональную общественную организацию Мордовский национальный культурный центр «Мастарава». Это был такой энтузиазм, такой глобальный интерес. Было очень много людей, которые приходили, хотели заниматься, в том числе и в нашем движении. Это как раз люди того поколения, которые слышали язык и разговаривали на каком-то бытовом уровне. Им было это интересно. Они хотели послушать свои старинные песни, хотел насыщать себя знаниями по истории. Потому что, к сожалению, если вы откроете любые учебники, я историк по образованию, любые учебники по истории, по крыведению, по самароведению, там практически не найдете информации о коренных традиционных народах. Поэтому ощущалась огромнейшая потребность это знать. Благодаря ежедневной кропотливой работе руководителя Мастаравы, заслуженного работника культуры Республики Мордовия, Любови Александровны Колесниковой, организации являет собой пример единства актива национальной общине на региональном уровне. За прошедший период у нас создано очень много творческих коллективов. Их вместе с детскими где-то примерно около 45 по области. Есть коллективы народные. За годы своего существования организация Мастаравы завоевала авторитет и признание не только в нашем регионе, но и в других субъектах Российской Федерации. Значительная роль Мастаравы и в создании Самарской региональной общественной организации «Союз народов» в Самарской области призванный консолидировать все национальные общины, укреплять мир и дружбу народов. Сейчас мы пришли к такому выводу и занимаемся этим, что мы готовим все материалы и работаем с детьми, со студентами на тему «Семья в традициях народа». Потому что это важнейшая тема. Объясняем нашим студентам, детям, что выходят на мировую арену, на первые места экономики стран, где сочетается индустриальное развитие. Но у нас люди живут на основах народной культуры. Это Индия, это Япония, это Китай. И объясняем, какое значение имеет культура вообще. Основным направлением работы является культурно-просветительская деятельность по сохранению самобытности мордвы, мордовской национальной культуры, ирзианского и махшанского языков. На последнем конгрессе в Финногорском, в Хельсинске, были представлены новые методы изучения родных языков. И мне очень понравилось, что там в каждой семье, если это многонациональная семья, изучают язык всех членов семьи. Но изучают его без письменного языка, изучают уровень разговорного языка. И если финны традиционно приезжают в какую-то страну, то они обязательно изучают язык этого народа тоже на уровне разговорного. Это тоже очень интересная идея, потому что, в конце концов, наши предки разговаривали, не зная литературного языка. А вот, наверное, трудности, то, что родители детей останавливают, это как раз вот такая вот изучить основы, грамматику языка, это довольно сложно. В Самарской области создано более 30 взрослых и детских фольклорных коллективов. С 1996 года при обществе Мастарава в Самаре действует народный хор мордовской песни «Мастарава», который выступает с концертами, проводит творческие встречи в библиотеках, школах, домах культуры, Самаре и области, участвует в областных национальных праздниках и межнациональных фестивалях. Все те праздники, которые проводят наши мордовские организации, как раз проникнуты вот тем духом единения с традициями предков. Мы видим неразрывную связь между прошлым, настоящим и устремленностью будущего. Словно предки присутствуют здесь незримо в этом зале, словно те традиции, которые сохраняются долгие века, сегодня здесь приобретают новое современное звучание. При поддержке администрации города Самара Национально-культурный центр получили новые возможности для своей деятельности. Здесь созданы все условия для сохранения и развития традиционной народной культуры. Национально-культурный центр Мастарава в настоящее время считается одной из самых активных среди национально-культурных центров Самарской области. Психологи говорят о том, что если, например, на генном уровне родители, дедушки, бабушки и так далее разговаривали на языке, были носителями языка, слушали песни и так далее, а их дети и потомки нет, это возникает психологическая проблема, которую очень трудно разобрать психологу и догадаться, что проблема идет изнутри. Вот, у тебя в генах это есть, а ты этого не получаешь. И у тебя все время ощущение, что тебе чего-то в жизни не хватает. То есть это очень важные такие вопросы, которые, к сожалению, в сегодняшнем мире очень мало рассматриваются. Самарская региональная общественная организация Мордовский национально-культурный центр Мастарава имеет филиалы в Пухвестне, Масоклинском, Шанталинском, Клявлинском, Челновершинском, Кошкинском, Красноярском, Нефтегорском, Кинальчеркасском, Борском, Ставропольском, Сергийском районах. Мастарава тесно сотрудничает с мордовскими общественными организациями города Сызрань, Тольятти, Отрадный. Создать центр национально-культурный, они у нас созданы практически везде, где проживает наше население, это одно. Вот как потом привлечь, какие новые формы интересной работы должны быть. Вот, например, мы совсем недавно проводили для взрослого населения в воскресных школах проводим занятия из истории ирзианского и макшанского народа. И, собственно, взрослые люди слушают просто с огромным-согромным интересом. На территории городского округа Самара проводятся межнациональные мероприятия в рамках сохранения культуры финно-угорских этносов. Мы как раз видим именно глубинную работу по сохранению коренных, базисных, неделимых элементов культуры всех финно-угров. И сегодняшнее мероприятие как раз является одним из проявлений. Ведь сегодняшний праздник от Толынчи, День Большого Огня, как раз традиционный мордовский праздник, когда молодые ребята выйдут на сцену с тем, чтобы продемонстрировать свои умения, свою культуру, показать себя и посмотреть на других. В Самаре работают мордовские национальные и воскресные классы. Занятия по изучению родного языка национальной культуры проходят в школах номер 23, 100, 138 городского округа Самара. В Примастараве создана библиотека ирзианских и макшанских книг, учебники, словари, энциклопедии, сборники песен, историческая и художественная литература, журналы, видео и фонотека. Это у нас уникальная библиотека. Она не очень большая, но такой библиотеки в Самарской области больше нет. Здесь книги на 15 языках. В Самарской области проживает сколько народов? 157. И у каждого народа свой родной язык, свой национальный костюм, свои национальные праздники, национальные блюда. Чтобы все это знать, вы можете сюда прийти в библиотеку и взять книги, почитать и на русском языке о народах, которые проживают в Самарской области, и на языках народов, которые проживают в нашем самарском многонациональном крае. Мордовский национальный культурный центр Мастарава тесно взаимодействует с Домом дружбы народов в Самарской области. Участвует в мероприятиях, конференциях и круглых столах по вопросам сохранения этнокультурного многообразия Самарской области, укрепления дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации. И несмотря на то, что ныне Мордва все больше смешивается с русскими и остается все меньше носителей традиционной культуры, до сих пор в селах можно увидеть роскошные мордовские национальные костюмы. Костюм мордовской женщины действительно уникален. Уже начиная с детских лет девочка начинает сшить себе одежду, потому что это был процесс очень длительный. И в любом костюме ерзианской женщины было очень много вышивки. И это была не просто вышивка, какую захотелось бы сделать, это всегда был практически геометрический узор и узор, который характеризовал, давал характеристику роду этой женщины, чем они занимались. Итак, девочка, становясь девушкой, надевала, ну, начнем, наверное, с пулая. Это самая уникальная вещь в костюме. Пулай в переводе на русский язык означает хвост. Пулай мог весить до 16 килограммов. И здесь вот мы видим бахрому такую, она делалась из такой качественной, хорошей, мягкой шерсти. Если мужской костюм еще столетия назад был довольно приближен к русскому, то женские одеяния поражают глаз. В глубинке их еще надевают по праздникам пожилые. Особенно восхищают многообразие форм и цветов женских головных уборов. Головной убор был разным. Головной убор, вы видите, поднят вверх в виде кокошника, один вид головного убора. Это могла быть сорока, это мог быть головной убор, уходящий вверх, похожий на такой вот длинный, высокий треугольник. Есть и кокошники с висящими над душами с свитами, с шерстью шарами. Есть и головные уборы, поднимающиеся над головой в виде рога. Встречаются и шапки менее экзотичных форм. На всемирной выставке в Париже в 1895 году, где было представлено «Лучшее творчество народов». Ирзианский костюм получил гран-при как костюм, дающий полную информацию для женщины, экологически очень такой соответствующий всем требованиям. Кроме того, национальный женский костюм немыслим без колец, браслетов, подвесок и других украшений, к которым мордовские женщины питают особую страсть. На праздники в Доме дружбы Мордва угощали гостей своей национальной кухней. Стол накрыли и рассказали секреты своих рецептов и семейных традиций, которые передаются из поколения в поколение. Мордва вообще народ очень гостеприимный. Если вы придете в гости к Мордве, вы голодными не уйдете. Мы накормим вас так, что вы будете выползать из стола. Хочу вам представить национальную нашу кухню. Прежде всего, Мордва всю жизнь готовила курники. Мордовский курник. Он состоит из теста, картофеля, мяса и всяких приправ. Очень любит это блюдо наша нация. Потом у нас, конечно, знаменитые мордовские блины. Эрзианские. По-мордовски, значит, по-эрзиански пачалкст, а по-макшански Людмила как? Пачат. Блины бывают двух видов. Бывают они толстые, мордовские блины, и бывают очень тоненькие. Это зависит уже от рукоделия хозяйки. Чем тоньше блинчик, тем вкуснее. Ну, вот такие наши национальные блюда. А теперь приглашаем вас к столу. Садо Ярцам. Ярцама. Мордва это единственный финно-угорский народ, который имеет огромнейшую диаспору. уметь жить вместе с другими народами. Самара это почти две сотни народов и народностей со своей культурой и праздниками. Национальные праздники это простой и приятный способ познакомиться с культурным многообразием нашей страны. Мордове в этом смысле также есть что показать. В древней в древней мордовской семье и мальчики и девочки занимались военным делом одинаково. Если ты с четырех лет не умеешь стрелять, например, то просто-напросто этому ребенку не давали еду. Ну, потому что, ну, знаете, извините, бесполезный ребенок. А завтра он уже подумает, как делать и как вести себя. Июнь по воле сельскохозяйственного календаря наших мест месяц областных национальных праздников. Интересный феномен представляют они порождение древних, частью вечных, частью ставших уже архаикой смыслов в контексте современной жизни. Мордовский народ очень свято хранит праздники и корни своих древних предков. Очень серьезно относятся к этим событиям, к этим праздникам. И, проводя все это, они вкладывают сейчас знания молодежи для того, чтобы цикл тех праздников старинных и будущую жизнь проходили, не терялись. Вот для этого и создано у нас на Самарской земле очень много национально-культурных центров. В душе, например, я очень сильно хотела, чтобы мордовский коллектив и вообще мордовские обычаи, традиции, чтобы они были показаны. Потому что татары у нас есть, чуваши есть, а нашего не было. Вот этого хотелось. И хотелось, я не стеснялась, например, своей, как сказать, национальности. Всегда пела мордовские песни. Потом решили лично, вот мы, например, я, на свои собственные личные деньги приобрели костюмы, собрали людей, люди пришли певчие, и мы стали на праздниках участвовать и показывать свои народные традиции, которые уникальны. Тот палы, тот палы, смотрит тюрьмашки, не тот палы. Было отрадно видеть, что среди выступающих стало больше детей и молодежи. Также приветственный адрес от главы городского округа Самары Елены Владимировны Лапушкины зачитал заместитель руководителя Управления по взаимодействию социально ориентированными коммерческими организациями Департамента общественных и внешних связей аппарата администрации города Самары Дмитрий Александрович Долганов. Народная культура всегда являлась языком межнационального общения, способствующим сближению людей разных вероисповеданий и культур, укрепляла нравственный облик жителей нашего города, была его исторической памятью, наполняла глубоким содержанием всю его жизнь. Воспитание уважения и гордости у подрастающего поколения к культурным традициям народов России, выявление талантливых и одаренных исполнителей и коллективов, привлечение внимания общественности к проблемам сохранения традиционных культур многонациональной Самары, вот те задачи, которые решаются организаторами сегодняшнего мероприятия. Этот мордовский праздник, который собирает участников и гостей со всей Самарской области, ярко демонстрирует, что с каждым годом растет интерес к национальной культуре и родному языку. Это отражается и в том, что количество выступающих увеличивается год от года. Это очень радует, ведь именно для этого проводится на Самарской земле от таланчи. Национальный культурный центр проводит огромную работу среди населения всего города Самары, области. И самое главное, что сюда вовлекаются дети. Каким образом можно сохранить язык, можно сохранить культуру, можно сохранить песни, танцы. Только через такие праздники. Для того, чтобы это все было и сохранилось, нужно пошить костюм детям, нужно дать им послушать мордовские песни, нужно дать им послушать говор своего языка. И дети, раз в жизни, в детстве, одевшие на себя костюм своих предков, на подсознательном уровне, они обязательно оставят, сохранят вот эту свою принадлежность к этому народу. Мельников Печерский, приехав впервые в мордовскую деревню, спрашивают, вы что, старики, не догадываетесь, у вас такой лес стоит, а вы из каких-то там бревнышек таких дома построили. Они ему говорят там, дорогой человек, если я сейчас срублю живое дерево, а тем более просто так, мне моей жизни не хватит, чтобы отмолить его перед богами. Не дай бог там кинуть мусор в реку, потому что богиня воды сразу же тебя накажет. То есть, это была такая система жизни, это абсолютно здоровый образ жизни. Это такая вот здоровая, крепкая семья с потомством и настроена на работу. Любящие родные песни и мифы, поэтическая натура Мордвина не может жить без работы. Это самая суть его, неуемная жажда деятельности и упорства, которая помогает ему преодолевать все препятствия, лишь бы сделать дело хорошо и правильно. Есть чему поучиться у этого народа. Семья создавалась для того, чтобы поддерживать друг друга, рожать детей и быть полезным своему народу. И раньше старики говорили, что они не понимают, что значит ты сошелся и создал семью сегодня люблю, завтра не люблю. Нет, это вы вдвоем создаете, чтобы в любой ситуации поддерживать друг друга, идти вместе друг с другом и сохранять то, что есть у народа. Вот это, наверное, сейчас главная наша задача передать нашему подрастающему поколению. Подумайте, кто мы и к чему мы идем дальше. Сохранить и приумножить межнациональную дружбу, перенимать друг у друга опыт, без этого не может быть действительно единой и дружной страны. Только взаимное уважение поможет жить в согласии и мире, но при этом важно сохранять и свою культуру, свой язык. Каждый народ это ценность для нашего государства. Утрата самобытности хотя бы одного из них большая беда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok